Первый регион первым в стране завершает уборочную кампанию. На более чем 97% площадей убраны зерновые и зернобобовые. И уже полным ходом идет подготовка площадей под сев нового сезона. Показатели области – пример для многих. Средняя урожайность по зерновым и зернобобовым – более 40 центнеров с гектара. Урожайность по-прежнему на 1 центнер выше уровня прошлого года – 41. Валовый сбор – 1,3 млн. И радует то, что сегодня в очень хорошем состоянии находятся посевы кукурузы на зерно. 42 тысячи гектаров, по сути дела, к дожинкам, которые у нас сегодня пройдут в Ганцевинском районе. 9 сентября – валовый сбор в бункерном весе. Планируем иметь 1,6 млн. Ну, может быть, чуть больше. РАПС очень порадовал нас. Сохранили урожайность на уровне 33 центнера – 212 тысяч валовый сбор. Это рекордный сегодня для Брестской области. В передвигах жатвы – Столинский, Малорицкий, Жибенковский и Брестские районы. На Столинщине предприятие «Варани» завершило уборку первыми в стране еще 4 августа. А Брестский район впервые в истории намолотил 100 тысяч тонн зерна. Все благодаря любви к земле и современным подходам в сельском хозяйстве. Урожайность составила 62 центнера за гектаром. Раньше мы с опасением относились к этой культуре с осторожностью, потому что часто озимый ячмень вымерзал. Но в этом году мы под урожай этого года увеличили посевные площади в два раза и не прогадали. И собрали 10 тысяч тонн зерна озимого ячменя. Также средняя урожайность зерновых у нас по району составляет на сегодняшний день 55 центнера за гектаром. Еще 22 июля в области появился первый комбайнер-тысячник, давший старт рекордам жатвы. Им стал Сергей Каленкович, много лет трудящийся за рулем комбайна. Передовик признался, что успеха без любви к делу не бывает. С одной стороны, да, и любовь к работе получается, и любовь к технике получается, и к хозяйству, потому что сам отсюда полностью, ну, на гору получается, как в той пословице, где родился, там и приходился. Оно, наверное, все в одно слаживается, и получается результат. Не было бы желания, тут не заставишь, ну, как-то само все происходит на автоматизме. Первый в области водитель-пятитысячник Степан Царук работает в Каменецком районе. Тут был и первый трехтысячник-комбайнер Андрей Кобятко. Район, как всегда, в рекордсменах. Труженики полей демонстрировали ударный труд и стремление к результату. Тяжелый, погоды нету. Комбайны выйдут, бывает на пару часов только и все. Как и все, работаешь, работаешь, так получается. Утром встал, пришел, обслужил машину, все, еще комбайны пошли, и ты за ними в поле. Отец раньше работал, с ним катался, ну, понравилось. Пришел с армии и пошел сразу, до сих пор работаю. В эту уборочную 1411 комбайнов работало на полях, из них 180 новых. С полным обеспечением механизаторскими кадрами. Ожидается, что общий намолот по итогам всей уборочной кампании составит 1,6 млн тонн. Это значительная доля в республиканском каравае, еще раз доказывающая трудолюбие агрария в первого региона. Работы в поле не прекращаются. Отдыхать пока рано. Практически завершен севозимовый рапса под урожай будущего года, 92%. Это тоже нам на один день, ну, максимум на два дня. Ряд других полевых работ ведутся без остановки. Это, опять же, уборка соломы с полей, это и лущение стерни, и уже подготовка почвы к севу азимых зерновых, культур колоссовых, как показал этот год. И погодные условия этого года, все-таки посевы ранние, как и по рапсу, так и по зерновым, они показали наиболее достойный урожай. Область уже активно готовится к фестивалю «Дожинки», который и поставит точку в большой уборочной кампании 2023 года. Именно тогда первый регион подведет все итоги по урожаю и представит результаты самоотверженного труда аграриев – областной каравай.